Псалтырь Псалтырь 95-й Псалом имеет преднаписание «Хвала песни Давиду, в никогда дом созидашься по пленению, не надписан у евреев 95». У евреев действительно сей Псалом не был надписан, но его надписали 70 толковников, когда переводили «Естественно, исходя из того смысла, который заложен в этом псалме». Божественный Давид предвидел пришествие Христова, и, конечно, что Господь созидит церковь Христова, а церковь Христова есть сам Христос. Поэтому созидание именно этого дома и говорится, что Господь созидит церковь после пленения и упразднит пленение врага рода человеческого дьявола, который имел сугубую власть над всем человечеством. Псалом начинается замечательными словами «Воспойте, Господи, песть нову! Воспойте, Господи, вся земля!» Это действительно слова, которые показывают глубокое обращение всей земли, не только иудейского народа, а именно всей земле, призыв, чтобы они воспели новую песнь. Какая же новая песнь? Конечно, эта песнь посвящена спасительному подвигу нашего Господа, который пришел на землю, принял плоть человеческую и который пострадал за человека, принеся искупление и спасение всему человеческому, избавив его от, конечно, работы вражия, от пленения лукавого. Поэтому, естественно, псаломопевец призывает, что сейчас должны воспеваться новые песни, которые будут посвящены, новые гимны, которые будут посвящены пришествию Христову, его чудному служению здесь на земле и, конечно же, тому спасительному подвигу, который он совершил ради нашего спасения. «Воспойте, Господи, вся земля!» То есть призывает, чтобы пели все концы земли, вся вселенная прославляла Господа, потому что он совершил чудное и неповторимое просто здесь на земле своим подвигом. И об этом подвиге должна вся знать земля, и к этому подвигу должны присоединиться все, взявшись крест свой, пойти вслед за Христом, воспевая ему новые песни. «Воспойте, Господи, продолжает псаломопевец, благословите имя Его, благословите день о дне спасения Его». Третий раз призывает псаломопевец «воспеть, Господи, подчеркивая троичность нашего Бога». И здесь, конечно же, очень четко это прослеживается. «Благословите имя Его». Конечно же, имя Господне, оно великое. Господь делает жертвенную и спасительную подвиг. И все это выражается через Его любовь ко всему роду человеческому. И имя Господне, оно славно во всей вселенной. А имени Господа поклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. «Именем моим бесы жденут», — говорит Господь. То есть благословлять и прославлять имя Господа просто необходимо для того, чтобы обрести спасение нам и для того, чтобы войти в вечные обители Господа. Кто прославляет имя Господа, тот и являет любовь к Богу. Ибо любимый не может никогда не сходить с уст любящего. И поэтому, если мы любим Бога, то имя Его, оно всегда на наших устах, оно благословляется, оно прославляется. Этим именем мы живем, и от этого имени и от этой любви мы получаем огромную силу в своей жизни. «Благословите день о дне спасения Его». То есть то, что Господь сделал это спасение, совершил это спасение, мы должны день о дне, то есть ежедневно, каждый день прославлять имя нашего Господа и прославлять тот спасительный подвиг, который Господь совершил ради каждого из нас, живших тогда, живущих сегодня. И те, которые будут соприкасаться со спасительной верой православной, те будут всегда обретать спасение. «Возвестите во языцах славу Его во всех людях чудеса Его». «Возвестите во языцах во всех народах возвестить славу Его и во всех людях чудеса Его». Конечно, невозможно было не прославить имя Господа, поэтому апостолы пошли по всей вселенной и возвещали о чудесах Господа, которые Он сотворил во время Своего земного служения. И всем людям было рассказано и проповедано тот спасительный подвиг, который Господь совершил ради того, чтобы человек имел жизнь вечную, чтобы он был избавлен от плена адова и чтобы он был жителем вечности. «Яко велий Господь и хвален зело, страшен есть над всеми Боги». «Велий Господь и хвален зело, действительно Господь велик и прославляем всеми, и страшен есть над всеми Боги, потому что все Боги, они, в сути, не обладающие ничем. Они могут быть исполнены руками человеческими и иметь определенный вид, но они не имеют власти над человеком, особенно после пришествия Христова и страдания Его. Поэтому они ничто не значат, но наш Бог велик, потому что Он творит чудеса, Он хвален зело». И потом уже дальше псалмопевец Давид говорит, «Яко все Бози язык бесови, Господь же небеса сотвори». То есть он очень четко показывает не то, что наш Бог и великий, и хвален зело, и страшен над всеми Боги, потому что Он велик своими делами, велик своими чудесами, за это Он и прославляется, за свою любовь, за милосердие неизреченное, которое Он явил всему роду человеческому. Он страшен есть над всеми Боги, потому что Боги языческие – это бесови, и они не могут ничего творить доброго, и они лишены власти над человеком, потому что Господь искупил род человеческой кровью Своей. А наш Бог все-таки, Он и небеса сотворил. А небеса… Почему именно о небесах? Господь сотворил всю Вселенную. Но когда псалмопевец говорит о небесах, он говорит о той высоте и красоте незреченную, которую никто не может сотворить, никто, кроме великого Бога, как Творца всей Вселенной. «Исповедание и красота пред Ним, святыня и великолепие воссвятили Его». «Исповедание и красота пред Ним». Исповедание. Конечно же, вот святые отцы очень четко подчеркивают, что для человека очень важно исповедовать перед Господом грехи свои. И нет человека и жив на земле, и не согрешит. Нет человека праведного на земле, но все мы, конечно, повинны перед Богом за свои дела. Но когда человек приступает к исповеди, то Господь прощает ему все грехи, и душа его очищается, и он становится чистым. И после этого, конечно же, он может обращаться к Богу с молитвой и словословией, потому что он становится прекрасным, он становится удивительным. И тогда, конечно, он может предстоять перед Господом. То есть мы не раз с вами говорили, что Псалмопевец Давид огромное значение придает исповеди. Исповеди как средство, как возможности человека очиститься, и потом только после этого восхвалять Господа, прославлять имя Его, славить Его и воздавать Ему всякое благодарение. «Святыня и великолепие святили Его». Ну, конечно, здесь, если мы говорим о святили, то говорится о храме Божьем. И в храме Божьем, конечно, и святость, и великолепие. «Потому что дому Твоему подавает святыня Господи в долготу дни», говорит Псалмопевец Давид, «дом молитвы наречется». И это особое место на земле, которое обладает обилием благодати и святости. И поэтому Псалмопевец особо отмечает, что эта святыня и великолепие находится в храме Божьем. «Принесите Господеве Отечествие и язык, принесите Господеве славу и честь». Ну, вот здесь отечествиями народа называется, либо сам народ, говорят нам толкователи, либо патриархи, епископы и священники Церкви Христовой, которые должны приносить в этот мир славу и честь. Славу — это, конечно же, прославление Божие в тех песнях новых, о которых мы уже сказали, о которых говорит Псалмопевец Давид. А вот честь — это исполнение заповедей Божьей. И мы можем принести особое служение Господу только через вот эти необходимые вещи, о которых сегодня и говорит Псалмопевец Давид. То есть обязательно обращать особое внимание на прославление имени Божьего через те словословия, которые мы высылаем. Но опять-таки, как и раньше говорили в других Псалмах, эти словословия, они должны высылаться, конечно же, после того, как человек обретает внутреннюю чистоту, то есть исповедь. Через исповедь приносит красоту своей души, затем пристает перед Господом и словословит его. Ну и, конечно же, честь — это исполнение заповедей Божьих. Если человек исполняет заповеди Божьи и живет по заповедям Божьим, то таким образом он прославляет имя Божие. А если нет, то говорит апостол Павел, что делами и поступками вашими хулиться имя Божие. То есть тогда мы уже бесчестим Господа, и здесь вот такая вот на нас большая ответственность. «Принесите Господеве славу имени Его». «Возьмите жертвы и входите во дворы Его». «Принесите Господеве славу имени Его». Опять-таки прославление имя Божьего. И опять возвращается к этому повторно псалмопевец Давид, чтобы мы прославляли имя Господа. Имя Господа, оно имеет огромное значение. Оно имеет огромную силу. Мы уже сказали, что именем моим беса и жденут. Имя Иисуса Слочайшего — это великое имя. Почему Иисусова молитва для нас имеет огромное значение? Потому что она открывает человеку возможность общения с небом. Она приближает человеку к небу. Оно открывает само небо человеку. Поэтому имя Иисусова таким образом и прославляется обильно в Церкви Христовой, потому что оно дает возможность человеку обрести возможность вхождения в гордый мир. Поэтому псалмопевец Давид еще раз подчеркивает. «Принесите Господи славу имени Его, возьмите жертвы и входите во дворы Его». Возьмите жертвы. Ну, какие жертвы? Жертвы Богу, Дух сокрушен, Сибирен, Бог не уничижит. То есть это наше и сокрушение, и покаяние, с одной стороны. А с другой стороны, жертва для Бога является добродетельная жизнь человека, праведная жизнь человека, наполненная глубиной верой, и вера дает определенные плоды уже в добродетельной жизни. Поэтому к этому и призывает вот эту святость и высоту жизни взять и входите во дворы Его. А дворами его называется, конечно, храм Божий, о котором выше сказал псалмопевец Давид, чтобы мы святыню и великолепие поддерживали в святилище Его, то есть в храме Божьем. И для нас это очень такой важный момент, чтобы мы и жертвы имели святость, конечно же, и добродетельную жизнь. Поклонитесь, Господи, во дворе святим Его, да подвижется от лица Его вся земля. Ну, опять-таки, призывает псалмопевец Давид поклонение Господи во дворе святим Его. Поклонитесь, Господи, во дворе святим Его. Опять-таки, мы только что сказали, что двором называется храмы Божии, и, конечно, всякое поклонение и словословие мы должны приносить в храмах Божьих. Да подвижется от лица Его вся земля, то есть подвижется от лица Его, от лица самого Господа. Вся земля – это люди. А что значит подвижется? Изменится. И вот Господь предлагает нам соприкоснуться со святыней, которая есть во дворе Его, принести Ему там поклонение и измениться, да подвижется от лица Его вся земля. То есть все народы изменятся, когда они соприкоснутся с Господом и от лица Его, от той великой благодати, от того великого жертвенного подвига, который Господь совершил, произойдет изменение во всей Вселенной. «Рците во языцах, яка Господь во царисе, ибо исправив Вселенную, я же не подвижется, судят людям правостью». «Рците во языцах, яка Господь во царисе». Мы только что говорили об этом. И опять-таки псалмопевец Давид многократно прозывает, чтобы мы проповедовали во всех народах земли, что Господь во царисе. Вот. Для чего Господь во царился? Он пришел на эту землю, чтобы исправить Вселенную, весь мир. Почему мы Землю называем Вселенной? Это действительно Вселенная. И Земля становится Вселенной после того, как Господь воцарился на этой земле. Он стал царь. А Он царь не только земли, Он царь всей Вселенной. «Ибо исправив Вселенную, я же не подвижется». Что значит «не подвижется»? Потому что Господь твердый камень возлагает в основание церкви, которую Он стяжал кровью Своей. И на этом камне и стоит церковь. Он сказал «садежу церковь мою, и врата адова не одолеют ее». Ну и, конечно же, судит людям правость ее. То есть Господь по правде и по неизреченной милости Своей будет судить людей и будет судить всю Вселенную. «Да возвеселятся небеса и радуется земля, да подвижется море и исполнение Его». «Да веселятся небеса и радуется земля, да подвижется море и исполнение Его». Здесь, конечно, очень глубокие слова. Если мы дальше продолжим, они восполняют эту глубокую мысль. «Возрадуются поля, и вся я же на них, тогда возрадуется вся древа дубравная от лица Господня». Господь будет судить, конечно, людей по справедливости своей. Ну вот, если мы говорим о справедливости, то мы всегда должны говорить и о той милости, которой Господь обладает. Потому что справедливости и Господа это не та справедливость, которую мы имеем. Господь судит не без милости, не без нисхождения, потому что он даже не стал судить, а пришел сам для того, чтобы спасти род человеческий. «Да возвеселятся небеса и радуется земля». Конечно, земля не может не радоваться пришествию Христову, не может не радоваться даже природа. И хотя пытаются псалмопевец Давид в аллегориях в каких-то дать сравнение радости всей вселенной, говоря о человеке, который и об ангельском, безусловно, мире, который также радуется о пришествии Христовым на землю, потому что они и сами воспевают петь «Слава Вышнего Бога» на землю мир, в человеке боговоление, это радуется небеса, «Но радуется и земля, и да подвижется море исполнения его, возрадуются поля и вся яша на них». Тогда возрадуется вся древа дубранная от лица Господня. Природа тоже не может быть небезучастной, она тоже радуется, конечно же, тому, что сотворил Господь. Радуется и удивляется и всеми возможными средствами служит делу спасения. Так древа дают, древо, на котором распялся Господь, и древо становится спасительным оружием для всего рода человеческого. Но, конечно, здесь говорится и о людях, которые в первую очередь радуются, потому что Господь приходит ради людей и, конечно, совершает дело спасения. И радуется все человечество, все языки земли, все концы вселенной. Кто бы где бы не находился, кто находится на море или в плавании, или на островах, или те, которые на полях, которые трудятся, или те, которые живут в горах, лесах. Вся вселенная, она не может не приносить Господу благодарения за Его великое и славное, то, что Господь, конечно же, уготовил для людей. «Якогридет, якогридет, судите земли, судите вселенней в правду и людям истинную своею». Конечно, вот здесь очень чудно говорит Псалопевец Давид, повторяя, «якогридет, якогридет, судите». Первый раз он говорит и просто «якогридет». Конечно же, Господь и явит, и явил уже одно пришествие, явит и второе пришествие, два пришествия, Христово исповедует церковь. Это его пришествие, когда он пришел не судить, а спасти мир, послужить этому миру, принести себя в жертву за грехи всего человеческого, человечества, искупить человека от проклятия, греха и смерти и дать ему возможность спасения, изменения, исправления. Принесения в свои отношения лучшего и совершенного, о чем он и будет проповедовать, и к чему он и призывал во время своего земного служения. Но будет и второе пришествие Христово, и второе пришествие, оно будет не уже спасение, а будет, конечно, грядит, судите землю. То есть, Господь, як и грядет, судите земли, судите вселенней в правду и людям истинною своею. Теперь уже указывает, конечно, о том, что второе пришествие, это будет пришествие, когда Господь будет судить все человечество. Опять-таки, Господь всегда будет являть милость к человеку, но все же даст оценку каждому по его делам и поступкам. И то, и другое пришествие Христово для человека верующего и человека, живущего в праведности, оно очень радостно. И, конечно, горестно будет для человека, который жил во грехе и жил в неверии. Для такого человека не может быть оправдания. Но вот правдой и радостью, конечно, наполнится тот человек, который жил во Христе и старался исполнять заповеди Божии. И в этом нет ничего страшного. Страшен суд, он лишь только для того человека, который не жил в христианстве, который не творил добрых дел, который не имеет ничего общего с Царством Отца Нашего Небесного. Но тот человек, который жил в правде, который имел возможность исправляться, который имел возможность и пользовался этой возможностью очищать себя через таинство исповеди. Такому человеку не нужно ничего бояться. Такой человек должен иметь любовь ко Христу. Если он имеет любовь ко Христу, то Господь его всегда примет. И для такого человека, наоборот, это будет радость, как апостол Павел говорит, имея желание умереть и за Христом быть. Можно говорить о том, что апостол Павел не имел греха, или у него не было ли внутренней борьбы, конечно, если мы скажем об этом, то мы обманем сами себя. Он и апостол Павел говорит о том, что как будто живут во мне два человека, один добрый, другой злой, доброго, что хочу, не делай, злой, что не хочу, творю. То есть это постоянная борьба. Это борьба не только с плотью, которая восстает против себя моментами, это борьба с врагом рода человеческого, которому тоже скажет, ангел станет немало мне пакостей делить. То есть человек, живущий на земле, он в постоянной борьбе. Но для этого Господь и дает возможность, псаломопевец Давид пророчествовал еще за сколько лет до пришествия Христова о том, что будет таинство исповеди, которое будет очищать человека, очищать до такой степени, обелять его от тех грехов, которые он будет совершать, и такой человек будет прекрасным, и он будет предстоять перед Господом во всей своей красоте. То есть после исповеди человек действительно выходит обновленный, почему мы очень часто видим людей после исповеди совершенно иными, светящимися, освященными, и они становятся действительно прекрасны. Прекрасны не только душой, как говорят нам толкователи, но и прекрасны даже своим лицом, потому что чистота, она всегда украшает человека, а грех он, конечно, обращает человека, делает его темным и делает его неприемлемым. Поэтому боязни никакой не должно быть, а вот радостью у праведных людей и у верующих людей она будет огромной при встрече с Господом, потому что та любовь, которая рождается в сердце к любящему, и когда ты встречаешься лицом к лицу к лицу, эта любовь, она, конечно, будет тебе приносить огромную радость и благодарность Богу за то, что Господь сподобил увидеть его. Ну, а Господь, конечно, будет судить по справедливости в правоте своей, будет судить, как говорится, в правду и людям истинную своею. И, конечно, правда в справедливости, а истина уже заключается в том великом милосердии, которое Господь имеет в себе, если бы не было этого милосердия, не было бы и спасительного, божественного пути. Но Господь явил себя, Он показал, что Он насколько любит человека, что Он готов пожертвовать всем и собой пожертвовал даже ради того, чтобы человек не погиб, но имел бы жизнь вечную. Теперь зависит от нас, насколько мы воспримем эту любовь и понесем ее в своем сердце. Вот такой утешительный псалом сегодня предложил нам псалмопевец Давид пророческий о Христе Спасителе и о том, как Он создал здесь Церковь Божию и освободил человека своим подвигом от работы врагу рода человеческого от плена, потому что тот, кто со Христом над тем не властен враг рода человеческого. Но мы сегодня прощаемся с вами и, конечно, Бог даст до новых встреч! Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода